Как мы долго ждали осенней поры, чтобы снова залезть в духовку с головой и пятками. Возвращаемся в свои теплые квартиры и погнали вместе с нами печь банановый хлеб. Для рецепта потребуется сливочное масло, тростниковый сахар Демера, соль, ванильный сахар, растительное масло, яйцо, мука пшеничная высшего сорта, сода и молоко. Сливочное масло загружаем в дежу миксера, закинули Демереру, закинули ванильный сахар, туда же соль, такие фанфары. Будем взбивать 5-7 минут, тростниковый сахар из-за своей крупной фракции может до конца не раствориться, для этого рецепта это не страшно. Масло взбивается, я отвешу бананы. Мне вообще нравятся бананы, которые не перезрелые, они более насыщенные по вкусу, они такие чуть более кисленькие. Нужно будет 400 грамм очищенных бананов. Остатки можно съесть. После этого берете миску и прям руками мнете их туда. Мне не нравится молоть бананы блендером для этого рецепта, потому что когда вы будете есть готовый кекс, вы не почувствуете маленький кусочек банана. Поэтому я предпочитаю именно такой вариант. И секретный лайфхак. Выжимаете в перемятые бананы немного сока лимона. Это добавит вкусового баланса и не даст бананам слишком сильно потемнеть. Добавляем постепенно яйцо к комнатной температуре, оно так будет лучше вмешиваться. И обязательно добавляйте его небольшими порциями. Теперь надо будет остановить, лопаткой собрать масло, до которого не достает венчик. Сразу спрошу, как ты думаешь, руками получится без задействия миксера взбить такую массу? В этом рецепте можно все перемешать руками с мягким маслом и со всеми остальными компонентами. Но если мы собьем, структуру кекса будет чуть лучше. Нужно ли все-таки просеивать муку или нет? Муку надо просеивать обязательно. Потому что она должна насытиться кислородом. Это придаст лучшее свойство готовому изделию. Мука будет лучше вмешиваться в сырое тесто. Для бисквитов и для кексов то, что должно иметь максимальную пышность, лучше ее просеять. Для песочного теста или для обычного теста, окей, но это глобально сильно не повлияет на результат. У нас орех пекан. Он немного менее аллергенный, чем некоторые другие орехи, которые также можно было бы добавить в этот кекс. Поэтому, друзья, смотрите сами, выбирайте те орехи, на которых у вас точно не будет аллергии. Орехи можно будет добавить в муку. Помнил, что я хотел добавить немножко мускатного ореха. И сейчас мы это с вами сделаем. Вот такой вы можете использовать молотый мускатный орех. На глаз можете насыпать, сколько вам понравится. Побольше, поменьше. Перемешиваем ложкой. Для того, чтобы получить более яркий вкус ореха, можете предварительно посушить его в духовке. Скорость прибавьте. Растительное масло добавляем. Постепенно. Вы можете его добавить в конце, в само тесто. Но мне нравится больше добавлять его в этот момент. Давайте разочек лопаткой перемешаем. Минут 8 нам потребовалось для того, чтобы взбить массу до такого хорошего состояния. У нас есть смесь муки. У нас есть сода. Соду добавляете в смесь муки. Так, смотрите, добавили практически половину части муки для того, чтобы стабилизировать массу. После этого мы добавляем все бананы. Вов, хочу вернуться к вопросу соды. Хочется фундаментально, так сказать, понять, почему в каких-то рецептах мы используем разрыхлитель, а в каких-то рецептах мы используем соду. В чем принципиальное отличие? Мы можем во всех рецептах использовать и разрыхлитель, и соду. Это все имеет место быть. Ведь, к сожалению, разрыхлитель на 98% у нас не чистый, не концептуальный. И непосредственно компания Вкусвилл не пропускает изделия с разрыхлителем. Он содержит бирофосфат на отле. Эта история не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому в нашей продукции используется сода. Если бы не сода, мы бы сейчас еще в каменном веке были. Эта пачка, которая от деда еще досталась, она стоит в кухне. Показать есть. Ты с собой ее всегда пустишь. Свою пенсионерскую коробку. Я реально принес ее с собой. Она уже чешуей и бросала мхом в подросли. Правда? У тебя с собой коробку сода? Да, вот это. Это понятно. У Владимира двое детей, жена и коробка соды. Оставшуюся муку добавляем. Крахмал берем 15 грамм. В выпечке крахмал очень хорош тем, что он дает дополнительную пышность. Засыпайте крахмал. И теперь все перемешивайте. Для еще большей нежности и мягкости добавляем немного молока. А точную граммовку молока, как и всего остального рецепта, и собранную корзину вы найдете в описании этого рецепта под видео. И где-то давайте поймаем. QR-код прыгает на экране. Тесто готово. Выливаем формы. Вы можете взять любые формы для выпечки, которые вы хотите использовать подлиннее или повыше. Есть специализированные пергаментные формы, в которых тоже пекут скекцы без проблем. Просто для определенного веса и высоты вам надо будет подобрать время выпечки. Так, у нас получается по дну 10 сантиметров длина, 6,5 сантиметров ширина. Не подумайте, там что другие, другого чего. Никто ничего не подумал, если бы не сказал. Никто ничего не подумал? Конечно. Надеюсь. Теперь уже подумали поздно. И высота формы 10 сантиметров. Вообще, честно говоря, твои формы, правда, похожи на формы для хлеба. Буханки, знаешь, которые на производствах. Это они? Да. Короче, здесь получится по 510 грамм. И теперь мы с вами сделаем еще одну интересную вещь для того, чтобы сверху было очень прикольно. Режем пополам. Так. И еще раз по диагонали пополам. Так. Кладем сверху. Ой, как замечательно. Посыпаем сахарком. Ставим в духовку 165 градусов 50 минут. Режим вверх-вниз, без конвекции. Ставим чуть ближе к низу, чтобы верх не перегорел. Нужно ли накрывать там сверху пергаментом? Не-не-не, все прекрасно отпечется. Никаких пергаментов. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. У нас осталось пара минут до конца отпекания кекса. И за это время мы с вами успеем сделать орехи в карамели. Сахар в сотейник. Ставим на плиту. Включаем огонь. Ждем карамелизации сахара. Засыпаем орехи. Перемешиваем силиконовой лопаткой. И выкладываем на силиконовый коврик. А теперь посмотрите. Самый простой способ вы увидели. Посмотрите на этих красавцев. Они сейчас станут еще лучше. Какой вообще красавчик. Ну просто обалденный. Братья-близнецы. Перфект. Банановые близнецы. Ну давайте уже отрежем кусочек от нашего кекса. Попробуем, что у нас получилось. Мягчайший, нежнейший, сочный. Очень рекомендую. Бежим в магазин. А зачем бежим? У нас есть QR-код. Здесь внизу, под видео. Смотрим. Кликаем. Забираем корзину. И готовим. Смотрим. Забираем мороз. Смотрим. Смотрим. Забираем.